Не слышу, не слышу я слов вашей благодарности, дорогие мои магнитогорцы и гости города. Благодарности дяде Лёше Челейкину, потому что не прошло и полгода, и все досуговые центры провозгласили вслед за кафе Салтан. Даёшь бесплатный вход, хотя в кафе Салтан вход бесплатный был всегда. Дискотека лучше, но это не всегда, но вот в течение полугода уже. Что еще нам удалось? Нам удалось сделать самый крутой летник города, причем с самой крутой дискотекой. И теперь уже, наверное, все побегут в салон Джамбо, чтобы купить там аппаратуру. Ну давайте, бегайте. В то время, пока вы бегаете, мы вместе с кафе Салтан придумаем что-нибудь новенькое. И как всегда вас обскачем. И сегодня мы хотим вас еще раз порадовать тем, что на ближайших праздниках, дне города, ну и дне строителя, кафе Салтан будет кормить вас хорошей едой до самого утра. Так что, если вам где-то что-то не понравилось, приходите сюда. И ни тени лукавства в этом нет. Даже с проспекта Металлургов в день города сюда приезжали те, кто хотел продолжения праздника с банкетом. Что будет на день Металлургов и строителей? А вот что будет. Традиционный уже торч под 4 киловатта музыки с людьми, которые привыкли отдыхать, не напрягаясь. Сегодня и сейчас для всех возрастов здесь звучит комфортно и по уровню звукового давления, и по подбору направлений музыка. Теперь то, чем в очередной раз решил удивить нас повар из Узбекистана. Лагманы самсу пробовали? Ну естественно. Давайте же похвастаемся лучшей шаурмой и возможностью выбрать себе блюдо, превосходящее по вкусу другие рестораны. Естественно, все это готовится не за 5 минут. И лучше заказывать заранее. И возможность такая есть. Баранина не может запекаться и томиться вмиг. Хотя в течение 5 минут это готовые салаты, еще 20 это шашлык, часа полтора музыки, под которую приятно и сидеть и танцевать. И вуаля, томленная баранина готовая. Все остальное это 40 минут. Из наших успехов, наших совместных успехов с кафе Салтан. День города получился, кстати, здесь. Люди гуляли до 5-6 часов утра. День Металлургов будет тоже здесь, потому что здесь можно будет сесть, покушать, расслабиться и выпить то, что вы не выпьете на дне города и на дне Металлургов. Это я про крепкие спиртные напитки, которые здесь очень качественные. Так же, как пиво, в общем-то. Но нельзя рекламировать, можно объедаться. И скажу, что нам еще удалось. Нам удалось продавать по 150 порций самсы в день. Лагман хорошо идет. В общем, наш узбекский повар старается. И сегодня, естественно, он приготовил нам. Но не только восточную кухню. Начнем мы с европейской кухни, с фаршированной котлетки. Это все к чему? А к тому, что здесь очень скоро, в августе месяце, естественно, необходимо заказать свадьбу. Представляете, свадьба в летнике. Это очень оригинально. Не у каждого будет. При этом летник вот с такой навороченной кухней. Даю себе обязательство не кушать перед съемками. Чтобы не ломать кайф. И все-таки слюнки оближешь. В смысле, слюнки на пальчиках оближешь. Вы знаете, это блюдо достойно любого крутого ресторана. Но, как только в России, есть столовые, кафе. Во всем мире это рестораны. Поэтому срочно меняем вывозку. Кафе «Салтан» это 5-звездочный ресторан. Рубленная котлетка из курочки. Диетическое блюдо, кстати. Здесь еще фарш. Что касается вкуса, принято, чтобы хорошо приготовленная пища на языке таяла. Ну и во рту испарялась буквально. Судя по тому, как у меня испаряется эта котлетка. Во! Вот и есть! Вы, кстати, часто в котлету добавляли плавленый сыр. Вот здесь он добавлен. А теперь следующее блюдо. Повар у нас из Узбекистана. Вот талант, просто пальчики оближешь. И вот это что такое? Я вам скажу, что это такое. Это соус. Кстати, насчет соуса. Кто-то жалуется, что в кафе «Салтан» не используется кетчуп. Да, кетчупы здесь не используются. Потому что из чего состоит кетчуп? Кетчуп это томатная паста, эмульгаторы, красители, все остальное. Лучше сделать свой соус. Я вот его тоже делаю. И кафе «Салтан» делает. То есть томатная паста, специи и травка. И, кстати, кто сказал, что обязательно надо что-то выпивать крепкое? Я сейчас предпочитаю чай. Чай тоже с травкой. И этого чая можно выпить целый чайник. Теперь, что здесь, на этом блюде? Это грудка фри. Так, ладно. Для этого есть вилка. Вот. И в соус. И в догоночку картошечку фри. И вот теперь тем, кто ждет подкрытие в ресторанах Макдональдс. Не менее качественная, но гораздо более понятная нашему желудку и органам зрения пища, это здесь. Нигде там кусочки из курицы непонятного разруба. А вот настоящая грудка. Так, давайте, равняйтесь, 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 не падайте. Нам еще днем ляма предстоит. В кафе Салтан мы уже дружим более года, более полутора. То есть количество сюжетов. Каждый месяц по сюжету, в каждом сюжете по три блюда. Ну так, нормально, да? В любой ресторан зайдите, смогут ли вам столько приготовить? Ну, сочините. Дюмляма. Это 100% узбекское блюдо. Сделано из хороших, сочных кусочков бараньего антрикота. И сваренные в курдючном рассоле картошки вместе с капустой и красным перцем. Ну, понятно, да? Уже такое. Стой, 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 на место, на место. Держите, крепитесь, крепитесь, приходите в Салтан, там будете падать. Ну, помните, мы про турецкую кухню говорили, что терешка нужна для пуза. Ну, вот, 115 килограмм, кризис. Приходится есть вкуснее, грамотнее и в ресторанах, естественно. Так, ну, по баранине. И музыка заиграла сразу, и настроение поднялось. И чувствуется не просто баран, а агнец божий. В смысле, божественный вкус. И опять же, любителям работиться о своей фигуре. Как мне и обо мне, и о Максиме. Вот, приходите сюда. Самая диетическая пища. Что касается вкуса. Ну, кто-то не может есть баранину. Я скажу, что надо кушать баранину и вообще. То есть, после Турции, что вы там едите? Естественно, баранину. Но так даже в Турции не приготовят. Потому что здесь, как бы, Салтан, вас любят. Любят и вас, и любят готовить. Ммм. Да. Ни разу ничего подобного не кушал. Сравнить с чем? Ну, по раздельности-то. Да, по раздельности не получится. Потому что вкус сочной баранины, наверное, присутствует. Ммм. Немножко не по-ресторанному. Но, ребята, не до эдики, не до эстерики. Есть такую вещь. Хочется долго и долго. И обязательно в следующий месяц я посвящу блюду под названием дюмрама. Харе. Закончился месяц с... Ммм. Самсы. Видите, я чуть язык не кушал. Закончился месяц с лакманом. Я хочу дюмраму. Ну, и несколько слов от лица человека по ту сторону камеры. Я стараюсь сейчас худеть. И пью только чаек. Видите, даже без сахара. И все-таки я вам хочу сказать. Единственное, что нельзя делать в кафе Салтан, так это приходить сюда хоть чуть-чуть сытым. Потому что все равно не устоите перед видом этих блюд. Наедитесь, потом придется мизин принимать.